Бетонные плиты, горы песка и строительная техника. Этот долгострой ожил после нескольких лет забвения. Сейчас реконструкция детского сада на улице Георгия Ратнера уже подходит к завершению. Свои двери он откроет в этом году. Старое здание снесли еще в 2015 году и начали возведение нового. Однако через два года в 2017 стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. В этом 2019 году реконструкцию возобновили. Здесь занимаются инженерными системами и приводят в порядок площадки вокруг. Вблизи детсада вывезли все гаражи и несанкционированные постройки. Сейчас работы выполнены на 70%. Очень-очень интенсивно и спасибо районной администрации. Еще в правильное дело, что это пригодится в территории, расширяется гаражей. Так необходимо развести сентральную адреску вдоль окон освещения. Ну и самое сложное. Что сдвинулся уже радует. Работы по строительству детского сада в районе улиц Старозагора и Алма-Атинская также вышли на финальный этап. Это 240 дополнительных мест для малышей. Все началось с подготовки места под застройку. Здесь срубили деревья, очистили от мусора и пней, а также убрали все гаражи в округе. После чего началась стройка. В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке. Готовность 35%. Устройство арматурного каркаса подвала здания 75%. Кирпичная кладка несущих стен. Готовность 80%. И наружная гидроизоляция. Готовность 30%. Закончить все работы планируют до конца года. К первому сентября завершат ремонт и в 46-й школе. Уже в середине июня объект будет сдан и его руководство сможет завозить туда необходимое оборудование и мебель. Еще на один детский сад больше станет в Кировском районе города, на улице Ташкентской. Сейчас фундамент трехэтажного здания готов на 80%. Предстоит еще провести коммунальные сети и благоустроить прилегающую территорию. Строительство находится на контроле у главы города Елены Лапушкиной. Я разговаривала с подрядчиками. Обещали, что до конца года детский сад будет сдан. Я не усиливаю эту работу. Контролируйте, пожалуйста, ежедневно. Сколько людей, сколько техники работают. В детском оздоровительном лагере «Олимп» появится новый медицинский корпус. Цена контракта уже определена. В ближайшее время организуют торги, чтобы найти подрядчика для возведения корпуса. В этом году мы завершим до проектирования по этому объекту. И тогда при наличии финансирования в следующем году сможем его завершить и ввести в эксплуатацию. Новая школа на 1200 мест может появиться в 14-м квартале Волгаря. Сейчас ведутся переговоры с собственником земли. Мария Левина, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События.